На месте этого леса могла быть чья-то квартира, но уже через месяц застройщик прекратил работы. О том, что здесь мог быть многоквартирный дом, напоминают только забитые сваи. Заселиться в долгожданное жилье дольщики должны были в 2015 году. Жители МИАСа взяли кредиты, вложили маткапитал и продавали собственные квартиры, чтобы оплатить квадратные метры в новом доме. Вот это же просто невозможно. Вы подумаете вот об этом? Все-таки это как людям? Досталось все это. У нас многие люди умерли, как уже неоднократно говорили, не дождались. Мы хотим дождаться. Ускорьте, пожалуйста, этот процесс. Одному из обманутых дольщиков Аркон и Валерию Сисюнину приходится жить в подвале и работать дворником. Мужчина взял ипотеку, чтобы приобрести долгожданную квартиру. Прошло 9 лет, но въехать в обещанное жилье южноуральц так и не смог. Он купил квартиру здесь? А живет в подвале? А где жить-то? 9 лет и живет. По закону у меня ничего не осталось. По закону никакого жилья. Живу, где придется. Южноуральцы обращались в местную администрацию, губернатору, в Минстро и в суд. Удалось восстановить юридическое лицо застройщика, чтобы объявить его банкротом. В декабре прошлого года начата процедура банкротства, но по словам жителей, их до сих пор не уведомили об окончательном решении. Фонд развития территории, с которым я лично переписывалась, мне объяснили о том, что 6 месяцев это не предел. То, что мы сдали документы в полном объеме, вернее, свистунов наш управляющий, который банкротством занимается нашего застройщика. Эту планку можно передвигать столько, сколько будет нужно данной организации. Несколько десятков жителей пришли с просьбой ускорить процесс или хотя бы назвать конкретные сроки. В местной администрации отвечают, что это не так быстро и дольщикам придется набраться терпения. Комплект документов устроил, насколько я знаю. И сейчас просто необходимо подождать какой-то период времени. То есть это все равно займет, потому что это не единственные обманутые дольщики, которые существуют. Поэтому я считаю, что здесь просто вопрос времени. Кстати, директора Аркона Геннадия Сергеева в 2018 году отправили в колонию общего режима на три года за махинации на сумму 96 миллионов рублей. Компенсации за жилье не могут получить больше ста жителей МИАСа. Сейчас они написали очередные обращения в прокуратуру Москвы и президенту.